Дьявольская звезда Алголь, она всегда связана с какими-то масштабными катастрофами. Ужасающее расположение планет. Гитлер, по-моему, в это время умер. Это самая лучшая дата для миспроизводения Путина. Его миссия – разрушить Российскую Федерацию. Меня очень спрашивают много, выезжать ли из Днепра или нет. Отсюда вспоминается Катрин Нострадамуса. Главная цель – это все равно Киев. Главная цель – это Киев. Всем здравствуйте, это Политека Онлайн. Я Александр Шелест и приветствую с нами на связи астролог Влад Рос. Влад, мое почтение. Добрый день. Множество вопросов и множество, знаете, таких интригующих вещей выпадает на апрель. Как вы оцените, за своей профессиональной точки зрения, вот эту смену планов Кремля, смену планов Путина и концентрация при уходе из севера Украины, вот там, на востоке? Ну, самое главное, что сейчас действительно очень важный будущий месяц, апрель, который уже начался, и следующий за ним именно май. Потому что сейчас нас ожидает цепочка затмений, да, то есть коридор затмений. Первое затмение будет 30 апреля, очень такую страшную дату, да, то есть, в общем-то, там будет очень неблагоприятная ситуация на небе. И, значит, конечно же, кроме того, что 30 апреля – это еще ночь, Вальпургиевая ночь, бесы, орки, да, вот они все разгораются, вот эта вся сложная ситуация. Еще и будет лунное затмение 16 мая, Солнце будет с дьявольской звездой Алголь, вот. Поэтому вот этот парад, как бы, планет, то есть в том смысле, что это будет затмение, лунное затмение, да, в конце, в начале, солнечное, да, очень такое страшное. Дьявольская звезда Алголь, она всегда связана с какими-то масштабными катастрофами, в том числе и мирового свойства. Вот, поэтому, конечно, может даже разразиться и атомная война, но для Бога, чтобы она не разразилась, могут быть даже какие-то атомные удары. Алголь – это символ поглощения, значит, мира в хаос, полное уничтожение всего возможного, да. Но я думаю, все-таки мы останемся жить, будем живы-здоровы, но вот такая концентрация, ужасающее расположение планет, корридора затмений между 30 апреля, связанная еще и с тем, что это время связано с гитлеровской Германией, да, то есть вообще Гитлер, по-моему, в это время умер. Вот. Но, с другой стороны, повторяются события, что один человек в бункере умер в это время, да, это Гитлер, да, то, значит, другой человек в бункере, который сейчас сидит, тоже может быть умерщен. Он, я даже скажу большее, Владимир Путин, я не отказываюсь от своих предыдущих прогнозов, будет ликвидирован в 2022 году. Вот. Я всегда говорил, что это у него последний соляр в его жизни, я это видел еще и в прошлом году, мне никто не верил. Я говорил, что и Лукашенко будет ликвидирована, и это скоро, дорогие друзья, произойдет. Главное пережить ужасающий вот сейчас апрель перед затмением, да, потому что могут быть грады химического оружия на Киев, то есть по всем городам Украины, в том числе даже не будет враг жалеть Львов, либо Одессу, Днепр, там, где еще вроде бы мирно и спокойно, может вот эта вся такая ситуация, эта бесовщина просто действительно неожиданным образом произойти. Поэтому нужно в ближайший месяц держаться. Это самый трудный, опасный период, который только может быть. Давайте уточним, вот здесь этот ваш прогноз, вы говорите о 30 апреля, вот это новолуние, но здесь очень так есть разница большая между новолунием, которое будет, ну, понятно, сопровождаться затмениями, коридором затмений, но между там 30 апреля и 1 апреля. Почему? Потому что, ну, казалось бы, там, должен быть Юпитер, Нептун в рыбах, и, соответственно, ложь будет сорвана, и там некоторые астрологи дают прогноз, что мир все-таки отстоит и, ну, задушит Россию, оградив ее под железным занавесом. Да, действительно, пока еще Юпитер находится в рыбах, то есть возможность кулуарно-тайно договориться, некий такой взговор войти, и действительно добиться всего это санкциями, мирным путем, и уже даже, может быть, уже оплачен тот человек, который должен уничтожить Путина, но он опять поменял свою охрану ФСО, он боится за свою жизнь. Мой старый прогноз о том, что он болен раком, как недавно оказалось, это полная правда, собственно говоря, и человеку, которому осталось жить совсем недолго, хочет за собой, конечно, утащить весь мир. Отсюда воспоминается Катрен Нострадамуса, в 12-й центурии, в 70-м Катрене, он говорил, что царь ужаса спустится с небес в 1999 году, после этого он будет править очень долго от Марса до Марса, от Марта одного, до Марта другого, до войны, да, вот вообще. Вот, поэтому есть все шансы, что вот этот человек ужасающий, ну, просто, ну, двинутый мозгами, маразматик, да, действительно может воспользоваться красной кнопкой, по крайней мере, об этом предупреждал Нострадамус, и сама Ванга всегда говорила в год немного двоек, а этот год очень много двоек, что что-то упадет в океан, какая, ну, опять, наверное, русские промахнутся, они попадут по какой-то военной базе, попадут, например, в Атлантический, либо Тихий океан, что вызовет очень громадно цунами, об этом говорила сама Ванга. И вот это все может происходить, особенно мне неприятен май месяц, да, когда Юпитер, символ военных, войдет в знак военных действий в Овен, да, с 11 мая. Вот после того, как Путин может принять парад какой-то или еще что-то, он может вообще развязать и атомную войну, да. Тем более, что Марс тоже в огнедышащий Овен тоже входит во второй половине мая, и целый июнь будет там находиться. Поэтому самая горячая точка войны, она только приближается. Вот, и май, июнь может быть самым опасным. Ну, потом наступает июль, особенно мне нравится дата 16 июля, я всем говорю, ребята, если вы хотите сделать миспровержение дворцовый переворот, делайте это в июле, особенно 16 июля. Вот, это самая лучшая дата для миспровержения Путина вас удастся. Вот, и поэтому, конечно, нас ждут впереди сложные два-три месяца, да. Но потом начнут, скорее всего, действовать и санкции, и просто режим Путина пойдет, как всегда, в любимый август месяц, возможно, да. По крайней мере, к этому все звезды склоняют однозначно, особенно начиная с середины июля месяца. Еще раз говорю, 16 июля самая благоприятная дата для свяжения Путина. Влад, я, ну, вот, несколько, ну, готовившись к нашей беседе, несколько, вот, просмотрел разных экспертов, ну, чтобы поделиться с вами мнением, и, ну, подтвердить или опровергнуть, вы все равно топ-эксперт в астрологии и в мире, ну, вот, в этом мире, да, в мире этих специалистов. Скажите, апрель месяц зловещий, и, ну, именно в апреле, по некоторым данным, начнутся в Москве такие процессы, которые к августу закончатся. Это фактически то, о чем вы сказали только что. Но в августе 22-го Россия развалится, или же, вот, мы просто увидим, как Россия избавится от Путина. Я почему так задаю этот вопрос? Это очень важно. Потому что есть политические эксперты, которые говорят, что, мол, даже если Путина уберут, то ничего, ну, хорошего ждать от России не приходится. Ну, я согласен с политическими экспертами, что будет переходной некий этап, период. То есть, ну, после того, как Путин напал на Украину, он выстрелил себе в ногу. Если я раньше говорил, что Крым, скорее всего, не увиден в Украину, теперь однозначно, дорогие друзья, Крым теперь точно будет украинским. Вот, и самое главное, что развал России, он не сразу в этом году начнется. Будут, наверное, переходные какие-то этапы. А, скорее всего, с конца 2024-2025 года начало. Именно тогда Плутон войдет в знак эгрегориана, связанный с Россией, водолея. Плутон – это символ разрушения, больших перемен. планета, которая смерти и возрождение из пепла. И очень есть деревне пророчества, что на территории распавшейся Российской Федерации, еще Иван договорил, что будут желтые люди, там Китай отойдет, территория Японии, Кулильские острова достанутся. Вот, ну и возродится некая такая Уральская республика, которая будет мощным государством, суперуспешным в 21 веке. И она, конечно, бразды правления на себя возьмем. А также будут такие республики, как Татарстан, Башкар-Тастан, республика Ичкерия, Дагестан. Все они будут независимые. Поэтому Путин, конечно, это тот человек, который выполнял всегда разрушительную программу. Где бы он ни находился, он всегда приводит к разрушениям. А когда он был в Дрездене, то есть он привел к тому, что так совпало, что разрушился фактически Варшавский договор. А когда он был в Санкт-Петербурге за мэра Собчака, он разрушил, собственно говоря, всю эту мэрию. И сейчас это его последняя, вот как бы ситуация, что его миссия разрушить Российскую Федерацию. То есть он все делал наоборот, чтобы там она стала больше, но и он все равно разрушитель. Он выполняет исключительно разрушительную, значит, комбинацию, да, и тот человек, который положит конец этой большой самой в мире империи, которая только есть. Вот. И дни, конечно, его сочтены. Вот. Главное, что сейчас вот нам, что надо, это продержаться на Украине, на востоке, ни в коем случае не допустить котел вокруг изюма. Вот. И, конечно, вот это самое главное. Если мы его не допустим, этого котла, то мы выиграем. Нажно просто выстоять сейчас на востоке. Но с большей яростью, с большим отчаянием Путин, конечно, может сейчас бомбить наши города, нашу инфраструктуру. Поэтому, конечно, на данный момент я... Вот многие меня спрашивают, возвращаться ли в Киев. Я говорю, пока повремените 2-3 недели, вот. Крайне мере, дамаски в празднике. Да. И я хочу узнать ваше отношение к, ну, своеобразным астрокартограммам, которые некоторые специалисты составляют. И вот в преддверии вот особенно вот этой решающей битвы за Донбасс наши зрители сейчас увидят подобную карту. Это один из астрологов Дмитрий Уранус, известный в сети. Он выложил вот эту карту. Вы можете смотреть. Это три линии. Линия, как бы, ну, слишком такого явного влияния Марса. Это линия Харьков. Харькова до Гуляйполя. Далее вы видите сиреневый промежуток. Это тот, который кульминация самого негативного влияния от Марса и, скажем так, и Сатурна. И коричневая линия это вот ближе между Донецком и Луганском. Это линия самого Сатурна. Всего негативного, что несет сам Сатурн. И мы видим, что вот здесь, вот если брать эту теорию, что накладывать, грубо говоря, на параллели меридианы, солнечные и различные там другие определенные аспекты, то мы видим, что 1 апреля был обстрел Белгорода. и вот как раз начинался, начиналось это влияние. Далее мы смотрим, что 2 числа обстреляли Лозовую Павлоград. То есть, есть определенные тенденции, что это работает. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта ситуация, которую мы увидели, она будет держаться где-то, ну, по расчетам до 15-16 апреля. 15-16 апреля, на ваш взгляд, будет понятно, что, ну, чем закончится битва за Донбасс? Я думаю, уже будет понятно немножко позже, где-то к 20-му, может быть, апреля, да, не случайно еще в эту дату родился Адольер Гитлер. Вот, вот прям на стыке перехода, получается, Овна и Тельца, мы будем понимать, да, насколько там будет происходить. Но если понимать, что когда случится и когда можно однозначно сказать, что произойдет перелом, да, это произойдет где-то примерно 20-21 апреля, и мы можем сказать утвердительно, что Украина начинает абсолютно победоносно выигрывать, да, но я заранее еще как только началось противостояние 25 февраля в одном из интервью, значит, ну, сейчас один канал, который существует для всех, да, и меня вывели на него, я сказал, что Украина победит еще даже тогда. Вот, а сейчас уже очертания победы все приобретают, значит, все более и более хорошие окраски. Самое главное, вам скажу, что атомное оружие на территорию Украины не будет применено, то есть, если оно и будет где-то применено, только и не на нашей территории. Всех сразу скажу, что не взорвется, не Чернобыль не взорвется, второй раз в нашей стране, там, не Южноукраинская АЭС, да, то есть, все как бы более-менее, запорожцы меня очень так спрашивают по этому поводу, должно быть более-менее все нормально. Это что-то должно быть связано с океаном, с какой-то возможной территорией, например, военной базы Франции, тем более, скоро у Макрона выборы, и как вы думаете, там, атомная бомба летит на военную базу Франции, которая находится где-нибудь в Африке, да, вот, Путина и белых людей не любит, ну, а Черных-то тем более. И, конечно, вот такой предупредительный выстрел, да, атомным оружием, вот, конечно, происходить, но это было под шизофрения, конечно, с точки зрения этого карлика, но, фактически, применение вот таких точечных атомных ударов, практически, вот, для меня это неизбежно, все-таки, мы с этим можем столкнуться. Скажите, вот мы сейчас общаемся с вами в тот день, когда были сообщения о том, что на Востоке, опять-таки, в рубежном оккупанты попали в цистерну с аммиаком, и всех очень призывают власти прятаться, с водоцодным раствором смачивать повязки. Украину химическое или техногенное угроза в ближайший месяц, полтора, ждет, и какие даты высокой вероятности? Ну, очень такая вот негативная ситуация, может быть, буквально в десятых числах апреля, да, особенно меня волнует Восток, когда русская армия поймет, что она не может, не буду назвать ее русской армией, это российская армия, потому что русские, вы понимаете, где жили. Российская армия поймет, что она не сможет брать и окружать на Востоке нашу армию, да, они хотят ее в котел сейчас, то они могут, и есть опасность именно склонения звезд, да, особенно вот с 12 апреля, да, когда Юпитер соединится с Нептуном, Нептун это газы, Юпитер это супер расширение этого всего, даже вот 11-12 апреля это самый точный аспект будет, да, и вот по 20-й, это вот это декады, середина Азии, апреля самое опасное для применения этого оружия, химического оружия, вот, особенно на Донбассе, особенно на Востоке нашей страны, да, поэтому я бы, например, всем советовал бы эвакуироваться мирным гражданам из этой области, да, Влад, мы говорим больше, конечно, это понятно, на военную тему, тематику, и это справедливо, поэтому я несколько вопросов задам по городам, с вашего позволения, а потом мы немного переместимся в такую общественную жизнь, чего нам ждать в ближайшее время, если брать по городам, Турция и Министерство обороны Украины объявило о том, что готовят спецоперацию эвакуации с моря оставшихся бойцов из Мариуполя, что будет с Мариуполем, это самый, наверное, больной вопрос, потому что там уже, видите, какого-то там мэра назначили, АПЗЖ, ну, вот так собрались, люди, и вот будет наш мэр, ну, мэр и мэр, да, но тут аспект опасности, и что очень принципиально важно, если брать, накладывать на карту, о чем мы говорили выше, то фактически параллель одна и та же у Москвы и у Мариуполя, насколько ли там кармически, астрологически зависит ситуация в Мариуполе на дальнейшее вообще положение дел в Москве. да, ну, смотрите, Мариуполь, он под зодиакальным знаком Скорпиона, это тот, этот город, который могут вообще уничтожить полностью, да, но он всегда возродится из пепла, то же самое, как Скорпионом был Сталинград, думали вообще возрождать этот, значит, город, потом уже, да, после войны, или нет, ну, все-таки возродили, да, сейчас Волгоград есть, да, поэтому, конечно, Мариуполь будет возрожден, да, я смотрю, мне очень, мамы очень многие заказывали натальные карты, годовые соляры, детей, которые прямо сейчас воюют в Мариуполе, я даже составлял, и есть очень большая надежда, не то, что надежда, а то, что многие спасутся и выживут, и такие, да, их заберут оттуда, вот, да, но, скорее всего, это будет победа Путина, первая победа Путина, он должен представить на 9 мая, что он взял хоть один город, да, этот город, скорее всего, будет уже разрушенный, ну, не знаю, он разрушенные абсолютно испепеленные здания возьмет, да, ну, какая-то победа непонятная первая, зачем она ему нужна, но всех хочу обрадовать, многие наши воины, которые находятся сейчас, спасутся. Да, это, наверное, самое главное, что все-таки жизни удается даже в таких непростых условиях спасать, что касается Днепропетровска, Днепра, да, этот город тоже, вот, знаете, в течение там месяца прошлого говорили, что, мол, ну, там как-то обойдут, окружат, не будут по нему бить, мол, очень нужен Днепр Москве, и об этом даже говорили определенные аналитики, что вы думаете ожидает именно этот город, ввиду того, что это фактически тыл вот этой решающей битве за Донбасс. Да, ну вот, сам, конечно, Днепр, туда даже не дойдут российские войска, поэтому всех, мне очень спрашивают, много выезжать ли из Днепра или нет, или там за город, я говорю, чем вы будете в центре Днепра находиться, тем лучше будет для вас, вот, чем центровее, тем лучше, да, поэтому из Днепра сейчас уже, наверное, не стоит покидать территорию этого города, единственное неудобство, конечно, это ракеты, ракеты могут лететь на Днепропетровск, да, вот, враг может, действительно, бить по городу, ну, будем надеяться, что будет хорошо работать ПВО, точно так же, как неплохо оно работает в Одессе, да, вот, и я вижу, что и в Днепр не войдут российские войска, и в Одессу не войдут, да, то есть, эти два города, которые будут, ну, просто держать Бастион, да, Сен-Жермен, да, то есть, они не пойдут уж точно, да, вот, поэтому, конечно, Днепр устоит, и это будет очень весомым фактором нашей победы, вот, единственное, что, конечно, ракетные удары, нужно тогда идти в бомбоубежище, как только, дорогие друзья, слышите сирену, значит, сразу в подвалу. Скажите, ракетные удары по Киеву, будет ли ракетный удар по, ну, по крайней мере, то, что вы можете, да, вот сейчас сконфигурировать, ну, какой-то ответ на этот вопрос, ракетный удар по Киеву, правительственному кварталу, и будут ли жертвы среди высшего руководства страны? Ну, самая опасность, вот, честно говоря, я, я лично знаю, Арестовича, мы с ним перед Новым годом, встречались, вот, у него очень большая опасность для жизни, дай бог, чтобы, ну, наш рупор свободного слова, дай бог, чтобы у него все было нормально в жизни, ему нужно очень, очень серьезно со своей безопасностью следить, что касается правительственного квартала, все-таки, Путин, пока еще, думая там, значит, на Хрещатике устроить парад, понимаете, пока рушить он не будет все это дело, но тут другая опасность, он будет уничтожать, скорее всего, вот, самый опасный момент, своими ракетами, дай бог, чтобы наше ПВО Киева тоже классно работало, может уничтожать, значит, спальные районы, да, особенно спальные районы, которые находятся где-нибудь на задворках, там, ну, не имеющие, как бы, для него представления ценности, например, Троещина, не дай бог, там, оболон, там, да, то есть вообще, то есть, поэтому северная, северная часть Киева наиболее опасна, да, для вот, для таких ракет, и, конечно, враг может делать передислокацию и потом опять думать нападать на Киев, то есть, Путин не оставил мысль напасть, значит, на Киев, просто он немножко это отложил после взятия, по его мнению, востока нашей страны, да, главная цель это все равно Киев, да, главная цель это Киев. То есть, наземная операция и освобожденные города. Наземная операция, особенно вторая половина мая, июль, Путин будет отказываться от своих, амбиций, да, как раз он сделает, скорее всего, парад 9 мая, наберет новое пушечное мясо, да, призывников, и все они пойдут после 9 мая, да, брать, мать городов русских, Киев, да. Ну, такой тревожный. Вот самый разгоряченный вот период с точки зрения астрологии, это когда в знаке войне находятся две горячие планеты, Марс и Юпитер. Это вторая половина мая уже там, а то Юпитер с 11 мая находится в окне. И июнь, да, Марс вот прямо вообще там, они там, что будет соединяться. Вот эти два месяца, ну, тут же вспоминается июнь 1941 года. Мне кажется, и вот полная, понятная ситуация будет возникнуть, что будет в июне. Вот июнь, это должна быть безоговорочная и окончательная наша победа, когда мы разрубим этот город в узел российской армии и полностью превратим их в порошок, да, сомнем, потому что к этому времени у нас будет суперклассное оружие, суперклассные новые танки. Мы к этому обучимся, мы научимся летать на них самолетами натовскими, да, и просто уничтожим абсолютно всю российскую армию. На ваш взгляд, возвращаясь, ну вот, к помощи западных стран новая НАТО или там, скажем так, аналог НАТО, на котором настаивает Офис Президента в этих сложнейших переговорах на фоне глубочайших трагедий, которые пережил украинский народ, и мы видим, как на Северо-Западе, да, да, и на Северо-Востоке, в киевских, скажем так, населенных пунктах Киевской области, там, Чернигов, Сумы, что там творили вот эти расисты, и как уничтожали людей, все равно велись и ведутся, и будут продолжаться эти переговоры, или они, ну, скажем так, выкинут Россию из своего внимания, и будут работать над созданием какого-то союза, который будет обеспечивать безопасность страны. Как вы видите геополитическое решение вопроса? Все понимают, что НАТО тоже скоро не будет в том виде, в котором качество, которое оно есть. Понятно, что теперь будут разные политические военные союзы. АУС, например, Австралия, значит, Англия, значит, Великобритания, значит, Австралия, да, то есть, вот это Америка, может, туда Япония обойдет, да, а также очень перспективный союз, который уже наметился, я думаю, однозначно будет, это, конечно, Англия, Польша, Турция, например, Украина, да, то есть, вот об этом уже даже было заявлено, да, что такой союз, в принципе, весьма вероятен и возможен, вот, поэтому, конечно, сейчас будет все это большие перемены, я думаю, что будет уже своя европейская армия, да, то есть, там, Франция, там, Германия, что-то свое там состряпает, потому что сейчас они точно понимают, что ни один француз, ни один немец не будет погибать за литовца, латыша или эстонца, да, тем более за украинца, то есть, все стало ясно, никто не хочет, значит, воевать за малоперспективные народы, например, там, за каких-то молдаван, уж точно никто не вступится, да, вот, поэтому, да, сейчас будет коренным образом преобразована, значит, сфера жизни не только, значит, в сфере здравоохранения после коронавируса, но и сфера политическая полностью поменяет себя, и там, конечно, не будет ничего не решать, не Китай, у которого сейчас начнется экономический кризис, и он обрушится, как айсберг, то есть, начало этого экономического кризиса, который в Китае давно начался, пока, виден только самая верх айсберг, там уже пошли такие неотвратимые моменты, что прямо сейчас еще будет экономический коллапс, Китае, который может привести к сложностям во всем мире, собственно говоря, поэтому, да, однозначно ООН перестанет существовать, другие институты политические тоже перестанут существовать, вплоть до того, что может переставать существовать УЕФА и ФИФА, в том виде, в котором сейчас увидено. Это, конечно, такой очень шокирующий прогноз, но, знаете, футбол мы отложим, да, конечно, до, конечно, до, знаете, до более-менее понятной ситуации в Украине, я бы хотел финальный вопрос вам задать в этом видео, Влад, мы видим, что в Украине непросто, мы, конечно, сцепив зубы и боремся, помогаем друг к другу, экономически, насколько, вот нам же, нам очень сложно вообще там цифры, которые называются, ну, это все равно, знаете, скажем так, средняя температура по больнице от наших ущербов, нам помогут восстановить Украину до военного состояния, мы, в какие обозримые или необозримые перспективы, глядим, когда, ну, хотим вернуть вот все, как было, или уже, как было, никогда не будет, и вот эти даты, которые там по ВВП называются, там, чуть ли не до сорокового года, нам предстоит все это ждать, как вы оцениваете? Ну, я очень оптимистично оцениваю, я думаю, что в ближайшие буквально 5-7 лет мы восстановим практически все, нам, конечно, будет через западные банки Россия платить репарацию, все эти замороженные триллионы долларов, да, то есть они все, конечно, будут работать на нашу страну, вот, поэтому я вижу, что даже такой абсолютно разрушенный город, как Мариуполь, восстановится, да, Буча, где живут мои друзья, которые спасли в самый последний момент, тоже восстановится, Гастомель, то есть, я не знаю, другие города, все это будет очень быстро восстановлено, я думаю, что нет никаких абсолютно сомнений, что так и будет, особенно, когда вот этот Плутон войдет в знак Водолея, да, и вот это все, с одной стороны, он будет рушить Российскую Федерацию, а с другой стороны, он будет восстанавливать полностью нашу страну, поэтому сейчас однозначно и понятно при вхождении Юпитера в знак Тельца, как реально связан с нашей страной, будет региональный аспект Ведеве, под которым под 24 августом, да, я всегда говорю, что мы имеем луну Водолея, а это всегда независимый казахский дух и народ, нас не поработит, да, вот, и Юпитер в Тельце в 24-го года у нас просто пойдет поток инвестиций, у нас наладится настолько уровень, значит, материальной жизни, уровень, значит, все, что касается банков, финансов, денег, вложений в землю, землям начнет дорожать, супер больших инвестиций, то есть, мы начнем крутиться, и что даже в 24-м году у нас могут уже окончательно бесповоротно взять Европейский Союз, ну, а плохие страны не берут Европейский Союз, а если их берут, то уже помогают вот и до. спасибо большое за эти прогнозы, спасибо за то, что ответили на мои вопросы, и думаю, они совпадают с вопросами многих наших подписчиков, оцените, пожалуйста, лайком, комментарием, мы отдельно благодарим каждого, кто, несмотря на то, что мы там не напоминаем это, да, но все равно вы заходите в описание к видео, видите реквизиты, которые помогают команде Политека Онлайн жить, работать, и, ну, вы знаете, нам очень приятно, что вы все равно находите поддержку и для нас, и, конечно, все вместе мы будем поддерживать вооруженные силы Украины, все вместе мы будем поддерживать друг друга, людей, которые живут в Украине, украинцев и нашу страну. До скорых встреч и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok